Парламентская комиссия по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ одобрила в среду введение годового моратория на строительство зданий в муниципе Кишинео. Помимо этого, также был одобрен законопроект, направленный на повышение прозрачности в процессе получения авторизации на строительство. Автор инициативы, депутат от партии «Действия и солидарность» Владимир Боля сказал, что незаконное строительство в Кишинео носит не единичный, а массовый характер. При этом местная администрация не может бороться с этим явлением и нуждается в помощи парламента. Законопроект предусматривает, что застройщик обязан представить доказательства того, что жильцы соседних домов были уведомлены о проведении публичных консультаций по поводу строительства рядом с ними нового здания и согласны на это. Его коллега из фракции ПАС Лилиан Карп считает, что соответствующие изменения не помогут, поскольку в основе городского строительства должны лежать генеральные, зональные и детальные городские планы, где четко предусмотрены все нормы строительства и развития городской среды. «Если мы будем применять предложенные изменения, то в ситуации, когда есть все три плана и проект строительства соответствует всем нормам, может случиться так, что работы не смогут начаться из одного жильца соседнего дома, который против. Все, что мы можем сделать, так это ввести мораторий до того, как будут разработаны три документа», — отметил Карп. Другой депутат от ПАС Дан Перчун предложил, чтобы не создавать трудности для добросовестного строительства, внести требования, согласно которому застройщик должен представить определенное количество подписей с согласием жильцов-соседей. Мораторий на строительство новых зданий распространяется даже уже на ведущиеся работы. В законопроекте обговорено, что запрещаются строительные работы, если новые здания находятся ближе, чем высота самого высокого соседнего здания.